Моему племяннику исполнилось 13 вилар. Не забывайте об этом. Завтра этих голов здесь не будет, иначе одну из пустых пик займет чья-то голова. Вы меня поняли, капитан? Я сам прослежу, чтобы их сняли, милорд. Хорошо. Он сказал Серсее, что намерен осмотреть город, и это была не совсем ложь. Тириону не понравилось многое из того, что он увидел. Улицы Королевской Гавани всегда были многолюдными и шумными, но теперь здесь чувствовалась опасность, чего он не помнил по прошлым посещениям. Голый труп, валяющийся в канаве рядом с улицей ткачей, был растерзан стаей диких собак, но казалось, что никому нет до этого дела. Повсюду были видны стражники, которые парами расхаживали по переулкам с железными дубинками в руках. Рынки были переполнены оборванцами, продававшими свои пожитки за любую цену, которую им давали. И явно отсутствовали фермеры, продающие съестное. Те немногие продукты, которые он видел, были в три раза дороже, чем год назад. Один торговец продавал крыс, зажаренных на вертеле, выкрикивая «Свежие крысы! Свежие крысы!» Свежие крысы, конечно, предпочтительнее старых, но пугало то, что крысы выглядели аппетитнее, чем большая часть того, что продавали мясники. На мучной улице охрана стояла у каждой лавки. «Продовольствие не поступает, не так ли?» – спросил он Белара. «Довольно мало», – признался тот. «Из-за войны в речных землях и того, что лорд Ренли поднимает мятежников в Хайгардене, дороги на юг и запад закрыты». Что предпринимает по этому поводу моя дрожайшая сестра? Она старается вернуть спокойствие короля. Лорд Слинд утроил численность городской стражи, а королева наняла тысячу мастеров для укрепления обороны. Они укрепляют стены, строят скорпионы и катапульты, готовят стрелы и куют клинки. А гильдия алхимиков пообещала выставить десять тысяч кувшинов дикого огня. Тирион беспокойно поерзал в седле. Он был рад, что Серсея не сидит сложа руки. Но дикий огонь – коварная штука. А десять тысяч кувшинов хватит, чтобы превратить всю королевскую гавань в пепел. Где она нашла деньги, чтобы заплатить за это? Не было тайной, что король Роберт оставил короне огромные долги. Алхимики же бескорыстием никогда не славились. Лорд Мизинец всегда найдет способ, милорд. Он ввел налог для тех, кто хочет войти в город. Умно, подумал Тирион. Умно и жестоко. Десятки тысяч людей бегут от войны в мнимую безопасность королевской гавани. Он видел их на королевском тракте. Толпы детей, матерей и встревоженных отцов, провожавших его лошадей и повозки, жадными глазами. Добравшись до города, они, безусловно, отдадут все, что у них есть, только бы пройти за эти высокие надежные стены. Хотя они могли бы подумать дважды, если бы знали о диком огне. Гостиница стояла неподалеку от городских стен, близ божьих ворот. Когда они въехали во двор, подбежал мальчишка, чтобы помочь Тириону сойти с коня. Отведи своих людей в замок, сказал карлик. Я проведу ночь здесь. В общем зале его встретили бурным весельем. Он узнал гортанный хохот Чиллы и мелодичный смех Шаи. Девушка сидела у очага, потягивая вино, с тремя черноухими, которых Тирион оставил ее охранять, и полным мужчиной, сидящим к нему спиной. Он предположил, что это был хозяин гостиницы. Пока Шая не окликнула Тириона по имени, и незваный гость не поднялся. Мой господин, я так рад вас видеть, произнес Ебнух с мягкой улыбкой. Лорд Варис, опешил Тирион, не ожидал встретить вас здесь. Иные его побери, как он так быстро их нашел? Простите за вторжение, мне не терпелось познакомиться с вашей юной леди. Юная леди, повторила Шая. Вы наполовину правы, милорд. Я молода. Восемнадцать, подумал Тирион. Ей восемнадцать, и она шлюха. Но остроумная, в постели ловкая, как кошка, с большими темными глазами, прекрасными черными волосами и милым мягким ротиком. И моя, будто проклят Ебнух. Боюсь, это я, незваный гость Лорд Варис, сказал Тирион с наигранной вежливостью. Когда я вошел, вы все от души веселились. Милорд Варис хвалил уши Чиллы и говорил, что она, должно быть, убила много мужчин, раз у нее такое прекрасное ожерелье, объяснила Шая. Тириона покоробило, что она называет Вариса милордом таким тоном. Именно так она называла его в постельных играх. А Чилла сказала ему, что только трусы убивают побежденных. Храбрее оставить человека в живых, дав ему шанс смыть свой позор, вернув себе ухо. Внесла ясность Чилла, чье жуткое ожерелье насчитывало не менее 46 высохших сморщенных ушей. Тирион как-то пересчитал их. Только так ты можешь доказать, что не боишься врагов. А милорд сказал, что будь он черноухим, то никогда бы не заснул из-за снов об одноухих мужчинах. Мне такая опасность, мне грозит, заметил Тирион. Я своих врагов боюсь и потому всех их убиваю. Не выпейте ли с нами вина, милорд? Хихикнув, спросил Варис. Охотно. Тирион сел рядом с Шайей. В отличие от нее и Чиллы, он понимал, что здесь происходит. Варис передал сообщение. Когда он сказал, мне не терпелось познакомиться с вашей юной леди, это значило, ты хотел спрятать ее, но я узнал, где она и кто она. И вот я здесь. Тирион задумался, кто же его предал. Хозяин гостиницы, мальчишка-конюх, стражник у ворот или кто-то из своих. Я люблю возвращаться в город через божьи ворота, сказал Варис Шайе, разливая вино. Резьба на воротах великолепна. Я плачу каждый раз, когда вижу ее. Глаза так выразительны, не правда ли? Кажется, что они следуют за вами, когда вы проезжаете под опускной решеткой. Я не заметила, милорд. Посмотрю завтра, если вам будет угодно. Не беспокойся, милая, подумал Тирион, покачивая кубок. Плевать он хотел на резьбу по дереву. Глаза, о которых он толкует, его собственные. Он имеет в виду, что он наблюдал и узнал, что мы здесь в тот момент, как мы миновали ворота. Будьте осторожны, дитя мое, призвал Варис. Сейчас в Королевской гавани небезопасно. Я хорошо знаю эти улицы и все же я почти побоялся прийти сюда сегодня, один и безоружный. В это темное время повсюду подстерегают злодеи, мужчины с холодной сталью и еще более холодными сердцами. Куда я могу прийти один и без оружия, другие могут прийти с мечами в руках, подразумевала его речь. Но Шая рассмеялась. Если они меня побеспокоят, то лишатся одного уха, когда Чилла прогонит их. Варис расхохотался, словно в жизни ничего смешнее не слышал, но в его глазах не было смеха, когда он перевел их на Тириона. Ваша леди очень любезна. На вашем месте я бы очень хорошо о ней и заботился. Я так и собираюсь. Если кто-то попытается причинить ей вред... Что ж, я слишком мал, чтобы быть черноухим и не претендую на храбрость. Видишь, я говорю на твоем языке, евнух. Причинишь ей боль, и я оторву тебе голову. А теперь я вас оставлю. Варис поднялся. Вы должно быть устали. Я лишь хотел поприветствовать вас, милорд, и сказать, как я рад вашему прибытию. Наш совет очень нуждается в вас. Вы видели комету? Я невысокий, но не слепой. На королевском тракте ему казалось, что комета закрывает пол неба, затмевая серп луны. В городе ее называют Красной Вестницей. Говорят, что она идет, как Герольд перед королем, оповещая о грядущих огне и крови. Евнух потер на пудренные руки. Могу я загадать вам небольшую загадку, лорд Тирион? Он не стал дожидаться ответа. В комнате сидят три человека. Король, священник и богач с золотом. Между ними стоит наемник. Человек простого происхождения и невеликого ума. Каждый из важных людей приказывает ему убить двух других. Убей их, говорит король, ибо я твой законный правитель. Убей их, говорит священник, ибо я приказываю тебе от имени богов. Убей их, говорит богач, и это золото будет твоим. Скажите, кто останется жив, а кто умрет? Низко поклонившись, Евнух вышел из общей комнаты. Чилла фыркнула, а Шая наморщила свое хорошенькое личико. Жив останется богач, так? Тирион задумчиво пригубил вино. Возможно. Или нет. Похоже, это будет зависеть от наемника. Он поставил кубок. Пойдем наверх. Ей пришлось подождать его на верхней ступеньке. Но Шая встретила Тириона улыбкой. Ты скучал по мне? Поддразнила она, беря его за руку. Отчаянно, признался он. Шая была чуть выше пяти футов ростом, но все равно он должен был смотреть на нее снизу вверх. Только с ней ему это не мешало. Ты все время будешь скучать по мне в своем красном замке, сказала она, ведя его в свою комнату. Совсем один в своей холодной постели в башне Десницы. Совершенно верно. Тирион охотно взял бы ее с собой, но лорд-отец запретил. Ты не возьмешь шлюху ко двору, приказал лорд Тайвин. Привезти ее в город было самым большим вызовом, на который осмелился Тирион. Девушка должна была понимать, что вся его власть исходит от отца. Ты будешь неподалеку, пообещал он. У тебя будет дом с охраной и слугами, а я буду навещать тебя так часто, как только смогу. Шая ногой захлопнула дверь. Сквозь мутные стекла узкого окна он мог разглядеть великую септу Бейлора, но Тирион был отвлечен другим зрелищем. Наклонившись, Шая взяла платье за подол и стянула его через голову. Белья она не признавала. Но ты не сможешь отдохнуть, сказала она, стоя перед ним обнаженная и прелестная, уперев одну руку в бедро. Будешь думать обо мне каждый раз, когда ляжешь в постель. Между ног у тебя отвердеет, а помочь будет некому. И ты не сможешь заснуть, если только... Она улыбнулась той порочной улыбкой, которая так нравилась Тириону. Не потому ли это место называют башней десницы, милорд? Замолчи и поцелуй меня, приказал он. Он почувствовал на ее губах вкус вина и как ее грудь прижалась к нему, когда ее пальцы потянулись к шнуровке его бриджей. Мой лев, прошептала она, когда он прервал поцелуй, чтобы раздеться. Мой лорд, мой великан Ланнистер. Тирион подтолкнул ее к кровати. Когда он вошел в нее, она закричала так громко, что должно быть разбудила Бейлора Благословенного в его гробнице. Ее ногти оставили на спине Тириона царапину. Никогда еще боль не доставляла ему такого удовольствия, как сейчас. Дурак, подумал он, когда они лежали на продавленном тюфике среди скомканных простыней. Неужто жизнь ничему тебя не научила, карлик? Она шлюха, черт бы тебя побрал. Она любит твои деньги, а не твой член. Помнишь Тишу? Но когда он коснулся ее соска, тот отвердел. И Тирион увидел на груди шаи след там, где в порыве страсти укусил ее. Так что же вы будете делать, милорд, теперь, когда вы десница короля? Спросила она, когда он обхватил ладонями ее теплую сладкую плоть. То, чего Серсея не ожидает. Тихо пробормотал Тирион, уткнувшись в ее тонкую шею. Я буду вершить правосудие. В сериале Тирион легко попал на заседание Малого Совета. В книге нет. В сериале Тирион целует Серсею в щеку. В книге этого нет. В книге Серсея несколько раз бьет Тириона по лицу. В сериале этого нет. В сериале Шая живет с Тирионом в башне Десницы, а в книге в гостинице. Легким пребывания Тириона в Королевской Гавани точно не будет. Даже через Сира Мендана пришлось прорываться. А потом Варис проверяет Сургуч и печать на письме от лорда Тайвина, аккуратно давая понять, что абсолютно не доверяет Тириону и может ждать от него даже поддельного письма. Потрясающе. И только лорд Бейлиш сразу показывает, что готов дружить с новым Десницей. Что было совершенно ожидаемо, но что, по сути, ничего не значит. С Недом Петир тоже хотел дружить. И, конечно, когда государству понадобилось больше денег, мастер над монетой придумал новый налог. Люди, как говорится, новая нефть. О деньгах Вестероса я рассказывала в отдельном видео. Ссылка будет на экране и в описании. Пока узнать историю кинжала с рукоятью из драконьей кости у Тириона не было времени. Но он все помнит и возможность поговорить с лордом Бейлишем не упустит. С сестрой Тириону тоже было непросто. Она и так ненавидела карлика, а теперь еще и напугана, что могло толкнуть ее на заключение Тириона в темницу. Видимо, идя на сделку с сестрой и говоря о том, что он освободит Джейме, Тирион думал именно об этом. Хотя мне кажется, что ему нечего было бояться. Вне зависимости от того, считала ли Серсея письмо отца подделкой или нет, она ничего бы с Тирионом не сделала. Когда враг чуть ли не стоит у ворот, устраивать разборки еще и внутри семьи точно не стоит. Серсея боится и Тирион готов сказать что угодно, чтобы усыпить ее бдительность и чтобы она позволила ему спокойно делать его дела. И ты согласен? Конечно, солгал он. Я весь твой сестра, пока это мне необходимо. А сейчас, раз уж у них вышел такой откровенный разговор, Тирион решил попытать удачу и прямо спросил, кто убил Джона Аррена. В письме, которое Лиза отправила Кэт, она писала, что ее мужа отравила королева, хотя Тирион не мог об этом знать. А когда в Орлином гнезде появились Кэт и Тирион, Лиза заявила А я напоминаю тебе, что этот карлик убил моего лорда мужа. Тирион знает, что он к смерти Джона Аррена не причастен. Так может быть это сделала его сестра? Серсея отдернула руку. Откуда мне знать? Скорбящая вдова в Орлином гнезде, похоже, думает, что это был я. Почему? Понятия не имею. Дурак Эдард Старк обвинил меня в том же. Наверное, никто, прочитав это впервые, не поверил Серсея. А зря. Скорее всего, Тирион решил, что продавил сестру, потому что потом прямо спрашивает, как ты убила Роберта? То есть показывает свою осведомленность. Хотя о том, что это сделала именно она, что это не было случайностью, например, Тирион на самом деле мог лишь догадываться. А потом, когда Серсея говорит, что не отпускала его, Тирион разворачивается и уходит, говоря, что хочет осмотреть город. Понятно, что это нужно было сделать, но вот показывать такое пренебрежение Тириону было не обязательно. Несмотря на то, что карлик шутил с Петиром о четырех последних десницах, на самом деле он боится за свою жизнь. Поэтому и приказывает, чтобы горцев поселили в казармах под башней десницы. Правильно, береженого бог бережет. В городе ситуация почти на грани катастрофы. В Канаве лежит голый труп, до которого никому нет дела. На рынке много оборванцев и мало фермеров. Значит, мало еды. От Слинта мы уже узнали, что постоянно вспыхивают какие-то восстания. Скорее всего, именно из-за недостатка продовольствия. Оценив обстановку и показав капитану стражи, кто здесь теперь главный, Тирион наконец-то едет отдыхать. Но не тут-то было. Зачем Варис появился в гостинице? Тирион подумал, что это угроза, и его можно понять. Обжегшись на молоке, он теперь дует на воду. Однако мне кажется, что это была своего рода самореклама. Да, рассматривая печать на письме лорда Тайвина, Варис показал Тириону, что не доверяют ему. Но это было логично. Они не работали вместе и имеют право друг другу не доверять. Теперь же Варис показывает, как много у него в городе глаз. Что, если будет нужно для друзей, он может много чего еще узнать. А именно это Тириону и нужно. Загадав загадку, над которой Тириону еще предстоит подумать, Варис уходит. А Тирион наконец-то остается с Шайей, в которую начинает влюбляться. Он понимает, что нельзя этого делать. Пытается думать о том, что ей нужны только его деньги, но ничего не помогает. Хочется сказать, что сердцу не прикажешь, но дело даже не в этом, а в том, что мы каждый раз выбираем партнеров, плюс-минус похожих друг на друга, с одними и теми же качествами или ценностями. Это как попасть в колею, из которой можно выбраться, но для этого нужно проявить осознанность и приложить усилия. Но Тирион, хотя и вспоминает о том, что уже был влюблен в шлюху и что это плохо закончилось, не пытается что-то изменить. Он просто пускает все на самотек. Можно только догадываться о том, почему он до сих пор не женился или почему он не общается с девушками своего уровня. Ведь там же не все дурочки. Есть и такие, как Маргари Тирелл, которые по достоинству оценили бы ум Тириона и его доброту. Серсея напугана. Она понимает, что все идет не так, как надо, но старается делать хорошую мину при плохой игре. Мало того, что Джоффри творит всякую дичь, так еще и власть выскальзывает у нее из рук. Он потребовал голову лорда Эдарда на глазах у половины города. А Яна Слинт и Сир Иллин в тот же миг исполнили приказ, не успела ей слово сказать. Поэтому она готова принять Тириона при условии, что он ничего не сделает без ее согласия, чтобы последнее слово осталось за ней. И что было удивительно, учитывая их отношения, только с Тирионом ей удается как будто немножко расслабиться, откровенно поговорить и разделить с ним груз ответственности. Хотя, конечно, легитимности Тириону добавляло именно то, что он прибыл от лорда Тайвина. Серсея понимает, что отец очень умный человек. Если он присылал вместо себя Тириона, значит так будет лучше всего. В этой главе продолжается тема с Джоффри и псом. Серсея говорит, он Джоффри, очень любит Сандера Клигана. Но, к сожалению, без объяснения причин. По словам Серсеи, это Варис предложил обвинить Сира Бористана в смерти короля. И возникает вопрос, почему его? Но мне кажется, все просто. В Королевском лесу с Робертом был Ренли, Сир Бористан и Лансель. Ренли и Лансель – родственники. Сваливать вину на них, видимо, не хотелось. Ну, оставался только Сир Бористан. Лорд Янос уже, наверное, не рад, что получил эту должность. Мне кажется, что он сам осознал свою некомпетентность и ему очень страшно. И если уж он начал жаловаться на мятежи и волнения Тириону, человеку, которого он видел, может, несколько раз, то как же он, наверное, достал тех, кого знал лучше. Шая пока непонятный персонаж. Да, ей всего 18 лет, и да, она болтала и смеялась с Варисом, но это не значит, что она дурочка. Она уже должна была понять, как фантастически ей повезло. Наверняка она видит, что Тирион в нее влюбляется. И пускай он никогда на ней не женится, но она и, возможно, их дети будут обеспечены на всю жизнь. Пока мы, к сожалению, ничего о ней не знаем, но я надеюсь, что автор это исправит. А сейчас, что думаете вы, пишите в комментариях, будем обсуждать. И, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте, мы то, что мы читаем. До скорого. Пока!